здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу записать видео прохождение игры mighty final fight я очень давно искал игру под которую я не очень бы концентрировался на игре поэтому потому что здесь достаточно спокойный файтинг для меня такой битый мапчик под который я могу поболтать поболтать об эпохе своего детства 90-х годов поделиться своими воспоминаниями что это было за время сейчас я играю на приставке family computer от нитендо на телевизоре sony 3 нейтрон sony 3 нейтрон очень передает тот стиль ту эстетику 90-х конечно же будем играть гаем как детстве так вот я в играх уж так получилось что начал с игры на спектру и потом у меня была своя дэнди я всегда не испытывал проблем с так называемым input lag как сейчас происходит на приставках потому что цифровой сигнал пока там картинку обработать телевизор очень проходит секунды я это очень замечаю так вот телевизор sony 3 нейтрона и настоящая приставка консольный эмулятор ничего максимально передает отсутствие задержки нажал кнопку и произошло я очень люблю это в играх поэтому мои такие видео они конечно же не выглядят так как у обычных ребят ретро блогеров у них такая четкая цифровая картинка но пусть будет это моей фишкой то что она у меня такая необычная я ставлю телефон прямо напротив телевизора ставлю его на стопки из книжечек настраиваю и вот записываю дублем как получилось без всяких монтажей у меня даже нет компьютера как она есть играю сразу болтаю и пишу что получится то получится так вот почему-то у меня каких-то особых воспоминаний с этой игрой нет кроме смутной памяти что в нее еще играл мой знакомая андрюшка из соседнего двора каких-то вот таких прямо историй чтобы я там кто-то преодолевал какие-то усилия у меня были нет поэтому я и выбрал такой вот чтобы поболтать больше ничего не рассказывать об игре тем более она наверняка всем известна то есть игра как-то такая знаете воспоминания эпохи музыка вам да это какие-то воспоминания вот я сейчас хочу напомнить скорее всего в эту игру играл я точно помню что на новогодние праздники каникулы новогодние школьные это было то время когда можно было уже с утра спокойно сесть приставочки поиграть все но там на второй третий день конечно родители уже на тебя криво смотрели типа не хватит ли тебе играть товарищ так вот что хотелось бы сказать в моем детстве киндер сюрприз это была роскошь недели может быть раз в две недели один киндер вполне возможно что именно в тот новый год я нашел под елкой два киндер сюрприза видите как у дед мороз оказался щедрым конечно же два это в два раза больше чем один это было очень круто что еще хотела сказать об этой эпохе во дворе в нашем я жил в пятиэтажке у нас не стояло машин практически не было была такая зона сделанная песком потом в середине двора трясило между трясилами была зона тоже из песка мы там играли в квадрат это была легендарная игра 90-х дальше дальше после зоны квадрата тоже находилась продолжался песок вот у нас была такая игра в детстве мы ее называли пиратики с помощью пиратчинных ножиков мы начинали все с одного места какая-то была такая база по очереди кидали ножи каждый свой конечно же нож кидал вот и мы таким образом передвигались куда попал нож туда передвигаешь свой корабль предыдущее место стираешь естественно в конце этого приключения были сокровища вот надо было то есть попасть в сокровище и таким образом они у вас передавались нам появлялись на вашем корабле но была такая возможность то что во время вашего путешествия обратно на базу уже с сокровищами естественно вас могли ограбить то есть попасть ваш ножичком в другой корабль и все а теперь сделайте аналог с игрой архейдж корейский вы плывете с грузом но вас могут ограбить по пути не видите аналоги так вот эти ножички пиратики да мы могли играть на всей практически по всей длине двора потому что был песок везде машина на меня мешали представляете сейчас такого не представить сейчас все ругаются на стоянках это мое место там я чищу как и противный мужик ты вот еще мы с помощью ножичка в пиросинах играли в земельки помните можно было стоять там земельки очерчивать потом уже в конце стоишь там как-то на носке там ботинки уже выживаешь еще мы играли какие-то такие танчики что ли не надо было кидать в зависимости от того как у тебя ножик воткнется там как-то по-другому или лодочкой встанет рисуешь какие-то палочки сейчас я уже честно не помню но тут тоже была занимательная история такая один на один сидишь играешь там еще рисовали надо ножами флажки странно так называемая игра рисуешь флаг схематично естественно одним цветом говоришь вот это там полоска у него там белая синяя красная например как флаг российской федерации к примеру и вот как то так в игре изучали флаги стран интересно что вот этот легендарная игра квадрат у всех были свои правила во дворе в каждый двор приходишь там всех свои надо было подстраиваться у кого-то там такой-то удар ноги столько тачков у кого-то еще что естественно каждый двор считал свои правила самыми такими настоящими остальные дикари чего они знают как бы об игре квадрат и вот в процессе там в детстве ты можешь приходить своим знакомым интересно что у меня знакомые почему-то были по всему городку нашему маленькому как-то я вот умел находить общий язык с людьми придешь в одном дворе поиграешь в квадрат там у кого площадка была больше у нас была песочная у кого-то это были плиты дорожные у кого-то было вообще здорово там между трясел столбы то есть дополнительные преграды у мячика были в виде столбов металлических штучек на что мы еще играли детстве во дворе то же самое играли знаете на лучшего бомбардира это уже было зимой в хоккей с хоккейными клюшками мы играли не с шайбами а с мячиками то есть у нас было такое сочетание хоккейные клюшки и мячик в основном резиновый какой-то маленький если на улице холодно то конечно ощутимо больно прилетало таким мячиком в лесок куда-нибудь вот у подъезда значит знаете такие есть лестница и металлический уголок вот и ты стоишь это у тебя ворота вот это вот лестница маленькая маленькая площадка у подъезда у дверей вот это твои ворота другой стоит там в отдалении и и два варианта было игры или кто больше забьет лучший бомбардир или лучший голкипер в общем очень интересно было также у нас было заливали мы зимой площадку хоккейную но играли не на коньках от просто в чем ну как есть зимние обуви и то же самое клюшки резиновый мячик очень интересно очень много народу было играла почему потому что я 1984 года рождения плюс 85 а 83 там добавлялись ребята пик рождаемости нас было очень много вот такие толпы играли в хоккей и футбол также можно было играть в хоккей если не на площадке то просто во дворе и вот на этой на асфальтовой дорожке зимой в принципе тоже там ворота делали схематично там штанги сделаешь из снежков и все погнали не машины и по двору не ездили люди доходили но как-то нам не мешал интересно что вот я говорил что я умудрялся находить знакомых везде да по всему городку очень часто такие знакомые появлялись благодаря видеоиграм приставки где-то поменяешься с кем-то с картриджем где-то узнаешь что человек там тоже играет хорошо играет получалось что люди с которыми ты знакомился в какой-то такой даже в обычной жизни если бы не видеоигры ты вряд ли бы их знал вряд ли ты с ними стал общаться ну как-то может не было это общих связей то есть человек мог не играть в квадрат да например но при этом хорошо играть в игры то есть вот поэтому качество какой-то такой искусственный отбор что ли производился я сейчас вспоминаю что были ребята с которыми мы проходили какие-то но тогда казалось тогда не с чем было сравнивать и ты думал ну ладно прошли мы игру да а сейчас подумаешь как ничего себе мы прошли там какие-нибудь там с антохой помню дабл драгон 3 да попробуйте сейчас поиграть дабл драгон 3 она вам даст жару это играть нормально сели прошли вот так вот где-то познакомились во дворе есть приставка есть приставка вот у меня тут дабл драгон есть третья часть и все это уже с ним проходишь игру ты уже таком какие-то там семейные чай пить уже какие-то там где-то поешь там заодно конечно целью было не на халяву поесть помощью видео игр это неплохой такой бизнес план то есть люди абсолютно по-разному как-то выглядели но вот блака это общая среда любовь к видеоиграм можно было очень интересное знакомство заводить а тем более приставка дэнди была самая распространенная самой народной причем вот это знакомство игра на приставку ведь не ограничиваясь только сумасшедшим каким-то игранием постоянным это было так больше развлечения погуляли поиграли или наоборот поиграли погуляли там без фанатизма легко на все хватало времени на квадрат во дворе на игру в приставку на учебу хорошо прилично учились практически у моих знакомых те которые мы во дворе особо каких-то дурочков я не встречал субтитры сделал DimaTorzok Я люблю вот это время до того, как стали играть гормоны наши детские, да? Потому что это очень переворачивает твою жизнь, когда начинаются вот эти все возраст определенный. Я очень долго держался, чтобы не начать там, да, как все, какие-то там сигареты пробовать, там подобное. Но все равно, конечно же, поддался среде и поучаствовал в модели поведения этой. Я даже помню свое состояние, потому что я чувствовал, что что-то уже в жизни изменилось, да? Как говорят, это какое-то взросление, я думаю, что это не взросление, это просто наши древние силы, которые еще остались от каких-то земноводных рептилий, играли в нас гормоны. Иначе мы и не размножались, но я не думаю, что это именно с взрослением связано. Никогда не понимал, почему люди стремятся возрослеть рано. Помню, в детском садике, да, вот эти? Ура, там скоро в школу пойдут. Я всегда так на них смотрел, думаю, что, ребята, плохо живется, что в школе надо это еще? Может, они, конечно, не понимали, куда они там собрались? Потом, да, тоже. Сейчас мы выпустимся из школы, ура! Куда вы там выпуститесь-то? Все люди куда-то спешат. Вы там выпуститесь в школу! Это мое настроение, когда я хочу, знаете, чтобы некоторые вещи оставались со своим значением В то время очень популярен был конструктор Лего, естественно, мало он у кого был Я помню, что я каждую свою деталь, знаете, покупали такие очень маленькие наборчики, предельно маленькие И ты помнил каждую деталь у своего конструктора и хранил ее, как зеницу лока Я помню, что как-то моему двоюродному брату Никитке, мы с ним встречались в Вологде часто Ну, в одном месте жили на канику, он был у меня младший, и он привез Лего Уже пошли тогда наборы техник И знаете что? Я этот техник не хотел, потому что я хотел, чтобы оставалась в Лего вот такая, знаете, небольшая детскость и сказочность Я очень не хотел вот этого перехода на такие обезьянные отношения какие-то, размножаться, есть, кидаться друг друга всякими нехорошими субстанциями Очень я не хотел этого Сказка должна оставаться сказкой Я очень понимаю людей, которым нравится, собирают техник, модели Просто это не моя эстетика, не мой характер Здорово Ух ты зараза Если найти в интернете легендарную песню из программы Звездный час Чудо, да? Удивительно, что я... Удивительно, что я... И помните, я там... Ребята танцуют под эту песню Был сделан такой... Сцена у них с ребятами из танцев Представляете, я помню до сих пор этот момент, когда вот в очередной раз ты пришел смотреть программу Звездный час И они вот заставку сделали такую И мне казалось, что это... Ребята там, те, которые были Они выглядели как-то меня старше Они так двигались хорошо, круто Я думал, ну ты какие-то... Инопланетяне Сейчас пересматриваешь, видишь, что это дети И понимаешь, что ты, конечно же, уже постарел А вот этого чуда... Не знаю, случилось ли оно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, некоторые люди... Ну, конечно же, я общаюсь с какими-то знакомыми Насчет вот этих девяностых годов Насчет перехода Советского Союза Очень многие люди не чувствуют Потому что я помню, что я почувствовал, как это все произошло Вместе с эстетикой, которая пришла на телевизор с мультиками С иностранными, с фильмами Я помню, мы обклеивали бабушке с братом с Никиткой холодильник Наклейками, знаете, особенно от всяких марокканских апельсинов С иностранных домов Мы говорили лишь бабушке, что вот мы теперь у тебя Будем делать модный холодильник Из этих наклеек Любой бутерброд, там, сосиской мы называли Какими-нибудь гамбургерами или сэндвичами Так вот, мои многие знакомые не почувствовали этот переход Ну, я думаю, все-таки каждому свое Все, да Нежное для нежных Доброе для добрых Чувствующих Переход эпох, смену Тоже для тех, кто это чувствует Я почувствовал эти все моменты всегда Смена эстетики, смена настроения Потому что я помню в детстве еще В детском садике мне рассказывали про дедушку Ленина Какой он был хороший Как они с ребятами бегали Вокруг стола Случайно разбили вазу Никто не признавался, а он разбил А он признался, что это он До сих пор помню этот рассказ А потом после этих всех историй Тут же ЧПД у мультики, фильмы иностранные Да? И все, девяносто первый год Я даже в школьной форме Я даже в школьной форме Советского Союза не походил И учебники Мы пришли в первый класс Учебник советский, да? С гимном там, с ФССР А страна уже другая И учителя не знают, что делать И мы уже не в форме ходим в школе В чем попало В спортивках там, в бейсболках, адидас Играем в эти электроники На переменах, да? Я думаю, что девяностые годы Не Были Для нашей страны лучшим временем Не потому, что это было связано С моим детством, нет Потому что впоследствии, изучая историю Как-то сейчас уже анализируя Взрослым человеком Нам дали тогда самое главное Если ты хочешь То, что можешь себя выразить Ощущение свободы Которая еще подталкивала Всей этой эстетикой Которая, да? Вот этой американской мечтой Которая была С фильмами С мультиками Потому что в то время Были очень качественные Вот эти диснеевские мультики Черный плащ Чипа Дэйл Путинные истории Чудеса на виражах Винни-Пух Вот эти новые приключения Винни-Пуха Это же просто шедевральный мультик Очень жаль, что мы Потеряли это ощущение Я удивляюсь тем людям Которые выросли со мной вместе И как-то они это все не оценили Не почувствовали Почему это происходит Очень вовремя Получил уровень Коммунистер Я искренне уверен и готов спорить, что 90-е были лучшим временем для страны Да, были всякие негодяи, бандосы Мы их видели на улицах, видели этих наркоманов Неотъемлемая часть Мы бы это пережили, мы бы наскучили это, знаете как Дали нам свободу, появились песенки всякие с матюгами на кассетах Но один раз послушал, второй раз послушал, посмеялся Но ты же не будешь больше эту ерунду слушать Так и это бы все прошло И бандиты бы кончились, и наркоманы, и все Вот это, кстати, босс похож на ребят с того времени А я вот так вот решаю с ними проблему, хотя бы в игре Не, нормально, да? Босс with дивизи Босс Игорь Босс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня очень долго была приставка именно Дэнди, другой не было. Как-то я попросил купить Сегу, но, в общем, дело не случилось. Очень у меня родители с опасением воспринимали мою вот эту игру на приставках. Я думаю, они не поняли, что потом какие-то проблемы в жизни случились не из-за игры на приставке, а именно с этими гормонами, так называемыми, да, с переходным возрастом. Потому что было время, когда я играл в приставку и учился практически на одни пятерки, в всяком случае до девятого класса. То есть проблемы произошли не из-за приставки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, у нас последняя жизнь. Даже не знаю, что делать с ним. Получится ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА